Всем большой привет! Я очень рада видеть вас сегодня на моем канале. В этом видео я хочу рассказать о косметике Holy Land. Достаточно давно я купила эти продукты. У меня представлены продукты из двух линеек. Одна линия для чувствительной просто кожи, а вторая линия непосредственно для кожи с куперозом. И именно об этих продуктах я сегодня хочу высказать свое мнение. Ну а если вам интересно, то я приглашаю вас к просмотру. Итак, свой рассказ я начну, наверное, с первой линии. Это линия Азулен. Называется она так, потому что в достаточно большой концентрации в средствах этой линии находится сама эта биологическая добавка, либо биологически активное это вещество под названием Азулен. Добывается это вещество непосредственно из цветков ромашки. Имеет он ярко-голубой оттенок, что в принципе и обуславливает непосредственно яркий вот этот голубой оттенок средств линии Азулен. Линия предназначена для того, чтобы кожу успокаивать, чтобы снимать раздражение, также устранять сухость и шелушение. Также эта линия предназначена для того, чтобы ослаблять какие-то аллергические реакции, уменьшать воспаление, ускорять заживление поврежденной кожи. И также эта линия предназначена для того, чтобы стимулировать процессы регенерации эпидермиса, а также предотвращать расширение мелких сосудов. Итак, первое средство, о котором сегодня пойдет речь, это линия Азулен. И это непосредственно безмыльное мыло. Так называются у них все очищающие средства у марки Holy Land. Это универсально очищающее средство, предназначено для того, чтобы очищать, естественно, кожу, для того, чтобы ее успокаивать и чтобы снимать макияж. Предназначено для сухой, чувствительной и также раздраженной кожи. Средство пенится, средство наносится непосредственно на ладошку, добавляется какое-то количество воды, дальше оно вспенивается, так слегка потереть нужно между собой ручки и затем уже наносится на все лицо. Значит, какие могу выделить плюсы непосредственно я? Средство действительно потрясающе очищает кожу, но у него есть непосредственные минусы. Первое, это достаточно резкий такой насыщенный аромат. Он пахнет как-то сладко, кисло, горьковато, но очень-очень ярко. Естественно, это средство, как я уже и сказала, имеет вот такой вот ярко-голубой оттенок. Текстура у него гелеобразная, неплохо пенится и просто великолепно очищает кожу. Но нельзя им снимать глаза, нельзя им умывать глаза, потому что будет безумно-безумно щипать. Я уже этим средством пользуюсь очень давно, по-моему, с апреля месяца, и могу вам сказать, что если вдруг вы не сильно зажмурите глаза и что-то там попадет, то будет очень сильно щипать. Даже если я обхожу глаза, все равно что-то попадает в нос и тоже там начинает что-то чесаться и щипать. Хорошее очищающее средство, но со своими вот такими вот минусами. Да, возможно, оно где-то там увлажняет кожу, не дает ей как-то раздражаться, хорошо за ней ухаживает во время очищения, но все-таки вот эти вот минусы, когда невозможно смыть глаза, когда это безумно щипит, когда даже в носу есть какой-то дискомфорт, мне кажется, что это все-таки немножечко не моя история, хотя на очищающих свойствах этого безмыльного мыла это никак не отражается. Следующий этап в очищении это, конечно же, тоник или лосьон. У меня также он из линии Азулен, это тонизирующий лосьон для всех типов кожи и самый огромный плюс то, что линия Азулен и непосредственно этот лосьон может комбинироваться с любой линейкой от Холиленд. Используется он, естественно, как обыкновенный тоник для снятия очищающего молочка, для завершения очищения. Он хорошо тонизирует кожу, он хорошо ее очищает, завершает, точнее, очистку. Также он обладает успокаивающим действием и он снимает стянутость кожи. То есть, если после умывания, например, мылом от Азулен, кстати говоря, нету стянутости, но если вы умываетесь чем-то другим и вы очутили какую-то стянутость, то Азуленовый тоник действительно снимет эту стянутость. Он имеет точно такой же ярко-голубой оттенок, я уже сказала, почему. Потому что большая концентрация Азулена дает именно вот этот вот ярко-голубой оттенок. Сначала, если вы помните, когда я только купила, меня этот голубой оттенок, если честно, очень сильно напугал, мне показалось, что это безумная-безумная химия. Но начитавшись всего, я поняла, что высокая концентрация биологического вещества, которое добывается непосредственно из цветков ромашки, именно вот и дает этот ярко-голубой оттенок. Его бояться не стоит, как боялась его я. Хороший тоник, обыкновенный тоник, который действительно может побороть стянутость кожи, который хорошо очищает кожу, он очень приятный, имеет он, кстати говоря, такой же очень-очень яркий оттенок. Здесь уже непосредственно вот такая вот пимпочка, очень легко дозируется, никаких абсолютно проблем. Хорошо завершает очистку, неплохо успокаивает, неплохо увлажняет кожу, неплохой такой, даже хороший тоник. Ну, я бы не сказала, что это какой-то мой must-have, но неплохая вот эта линейка. Могу сказать, что действительно, азуленовой линейкой я, в принципе, осталась довольна. Хотя вряд ли я еще повторю именно эти средства. Я уже сказала, почему я не буду повторять именно умывалку, потому что она щипит глаза. Если я уже как бы обхожу глаза, умываю просто лицо, ну, тогда еще все достаточно неплохо. Но мне же хочется и по глазам пройтись. Я же там смыла ее, например, своей биодермой или там мицелляркой от Горнье. Мне же хочется и ее тоже смыть. Вот этим, к сожалению, безмыльным мылом сделать это у меня не получается. Ну, а тоник достаточно неплохой, такой достаточно обычный, но в то же время очень даже приятный. Могу его, в принципе, рекомендовать. Самый главный его плюс – то, что он не раздражает кожу, что он на нее благотворно влияет и может сочетаться с любой линейкой Holy Land, если вы пользуетесь этой косметикой. И вторая линейка, которую я испробовала на себе за последние, наверное, полгода – это линейка от Holy Land, которая называется Calm Red либо D-Red. Линия, которая предназначена для чувствительной кожи. Линия, которая предназначена для кожи с расширенными сосудами, для кожи с куперозом. И даже написано, что эта линия должна какой-то великолепный эффект дать на коже с розацией, что, конечно же, очень удивительно. Эта линия предназначена для укрепления стенок капилляров. Она снижает их проницаемость, также замедляет прогрессивность непосредственно самого купероза. Также эта линия должна восстанавливать кожу, поврежденную окружающей средой. Также она отвечает за повышение тонуса, за кожу, которая потеряла упругость. Она должна наполнить этой упругостью и защиту кожи от неблагоприятных воздействий окружающей среды. Кстати говоря, в этой линии просто потрясающий состав. В этой линии есть витамин К, витамин Е, витамин H. Также здесь много различных добавок, таких как алоэ, мальва, насколько я помню. Разные такие легкие кислоты, которые как раз-таки разрешены для капиллярной кожи. И из этой линии у меня есть один единственный продукт, который называется Calm Red ночной бальзам. Итак, ночной бальзам, который предназначен как раз-таки для кожи с куперозом, для кожи, которая повреждена окружающей средой. И также этот бальзам должен восстанавливать и увлажнять кожу. Выглядит он вот таким образом. Здесь пластиковая непосредственно упаковочка. И сам этот бальзам действительно вот такого достаточно ярко-голубого оттенка. И у него вот такая вот текстура. То есть он такой типа бальзам, но все-таки, когда вы его наносите, он прям гелеобразный и превращается в такую водичку на коже. То есть очень-очень быстро распространяется, быстро впитывается. Здесь написано, что у него один из интереснейших и потрясающих составов. В составе здесь есть масло семян подсолнечника. Оно богато церамидами, которые в принципе должны восстанавливать защитный барьер кожи. Также эти церамиды должны препятствовать испарению влаги, смягчать и защищать кожу от окружающей среды. Также здесь в составе есть комплекс из растительных масел. Здесь есть оливковое масло, масло сладкого миндаля, масло жужуба и многие-многие другие масла, которые как раз-таки и являются источником жирных кислот, которые должны транспортировываться как-то в нашу кожу, высвобождать целебные вещества в ней. И вот как раз-таки смягчать, увлажнять, питать, бороться с расширенными сосудами, вообще просто вылечивать купероз и даже иметь какой-то восхитительный эффект на коже с розацией. Сразу могу сказать, что использую я его с апреля месяца. Использовала я вот такое вот количество, у меня осталось еще достаточно много, и скорее всего допользовать я его не буду. Во-первых, у него неприятная текстура. Как я уже сказала, она такая бальзама гелевая. При нанесении растворяется прям в воду. Для моей кожи очень не хватает ни увлажнения, ни питания. Что там происходит с защитными функциями, я тоже особенно не заметила, потому что сколько я бы не пыталась им пользоваться, у меня все равно появляются какие-то новые расширенные, либо лопнувшиеся сосуды. То есть, в принципе, на это он никак не влияет. Чтобы он как-то осветлил кожу, чтобы он как-то осветлил покраснение, чтобы он снимал покраснение. За этим бальзамом на моей коже не было замечено. Если вы помните, то когда-то я использовала непосредственно антикуперозную сыворотку, которую косметолог мне рекомендовала непосредственно наносить на один большой мой лопнувший сосуд, на крылья носа, например, для того, чтобы действительно происходил такой момент сжимания сосуда. С той сывороткой это было. С этим бальзамом я тоже наносила и на все лицо, и наносила периодически, непосредственно прям такой маской на свой сосуд, на сосуды на крыльях носа. Никакого эффекта абсолютно от этого бальзама я не увидела. То есть, если вы еще задумываетесь о том, чтобы попробовать в Holy Land линию для кожи с куперозом, то я не могу вам ее рекомендовать, потому что на протяжении вот уже полугода, у меня в принципе уже подошел срок годности этого бальзама, я не увидела никакого абсолютно результата. Я уже не говорю даже о том, что и мне приятно пользоваться, мне не нравится просто эта текстура. Возможно, летом жирная кожа с куперозом, наверное, могла бы его оценить. У меня в принципе склонная к жирности кожа, но даже летом я не могла оценить этот бальзам. Мне было неприятно, у меня было стягивание щек. Уже осенний период я вообще молчу, я когда пытаюсь его нанести, мне прям хочется что-то сверху еще нанести, потому что у меня действительно начинается стягивание кожи именно от этого ночного бальзама, который должен мне помогать с моими сосудами. Ничего он, к сожалению, не делает, поэтому мне не помог. Соответственно, думаю, что и вам может не помочь. Абсолютно не нужно тратить на него свои деньги. Стоит он в районе, наверное, 2000 рублей. Я, честно говоря, даже не знаю, сколько он стоит. Этот бальзам можно, конечно, посмотреть, сколько стоит этот бальзам. У меня где-то тут есть ценник. А, 3,160, боже мой, 2000, я сказала. Ну, на самом деле, я-то покупала его в Израиле, и мне показалось, что именно там он как раз стоил, наверное, где-то 2000 рублей. В Москве он стоит 3,160 в официальном магазине, поэтому не стоит тратить на него деньги, никакого эффекта от использования линейки куперозной я абсолютно не заметила. И то, что касается линии Azulene, неплохая линия, которую, в принципе, можно рекомендовать, которую, в принципе, можно пользоваться как линией, которая подходит для любого ухода Holy Land. Что могу сказать по ценам? Мыло стоит в пределах 1000 рублей. Я покупала, на самом деле, рублей, наверное, за 400 в Израиле. И тоник в Москве стоит, наверное, рублей 800, ну, а, соответственно, в Израиле он тоже стоил рублей 400. То есть, они, по-моему, стоили по 13 долларов, еще по 30 рублей, если переводить. Бальзам, соответственно, стоил, по-моему, ну, 40, может быть, долларов, я не помню. Ну, вот в Москве я вижу цену 3,160, по-моему, за абсолютно такую бесполезную вещь. Это там лишняя трата денег. Но могу вам сразу сказать, что меня не смутили не очень удачный опыт использования косметики Holy Land именно этих линий. Я уже сделала следующий заказ из линейка других Holy Land. Буду пробовать эту марку и дальше, потому что, на самом деле, там настолько большое количество линий, они настолько интересные, по крайней мере, производитель о них так интересно говорит, что хочется их пробовать и пробовать. Напишите мне, пожалуйста, мои дорогие, если вы пользуетесь Holy Land, что бы вы могли порекомендовать и что вам совсем не понравилось или не подошло. Я нахожусь на пути, как бы, любви к Holy Land, поэтому мне бы очень хотелось услышать от вас какие-то рекомендации или от чего-нибудь меня отстраните, чтобы я что-нибудь лишнее не купила. Надеюсь, это видео было хоть чуточку вам полезно. Мне очень хотелось об этом рассказать, чтобы вы немножечко тоже понимали, что к чему именно вот в этих линейках от марки Holy Land. Ну, а на сегодня это все. Пишите комментарии. Мы с вами увидимся в следующем видео. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok